Итак, сегодня, напомню, кстати, я медицинский консультант компании GNS, врач-терапевт и семейный врач. Сегодня я хочу с вами, дорогие друзья, о здоровье ВЕМ, потому что вопросов во время скайп-линии на эту тему очень много, тема действительно животрепещущая, и мы сейчас разберем ее основные аспекты. Напомню вам, дорогие друзья, что без сосудов вообще нашего организма не существует, так и озаглавила сосуды добра или зла, потому что, с одной стороны, вся нормальная работа наших тканей зависит от того, как они получат кислород и питание через кровеносные сосуды. И, конечно, когда они выходят из строя, это приводит к тому, что весь организм страдает, поэтому среди всех болезней человека именно заболевания сосудов и их последствия вызывают наибольшие проблемы, и в конечном результате максимальную смертность, к сожалению. И это относится не только к артериям, вы с вами уже помните, говорили про атеросклероз, но и к болезням вен. Вот, вкратце, очень упрощенно, схема кровообращения, не пугайтесь, у кого нет медицинского, красным обозначены артерии, по ним кровь течет от сердца и питает наши ткани. Вот здесь капиллярная сеть, это происходит в каждом органе, в каждой клеточке нашего тела, где капилляры отдают кровь, кислород и питательные вещества из крови. И по венам кровь, вот синенькие, такие схематично изображены, возвращается в сердце, и, соответственно, дальше весь этот цикл начинается по кругу. Что мне хотелось бы вам сказать? Вены – это вроде бы тоже кровеносные сосуды, но они несколько отличаются от артерии. Посмотрите, у артерий толстая мышечная стенка, потому что они должны выдерживать высокое давление. По венам кровь течет уже под низким давлением, она уже возвращается к сердцу, у нее уже потерян тот заряд энергии. Поэтому, собственно говоря, и мышечная стенка, там такая достаточно слабенькая, видите, вот эти красненькие мышечные клеточки, их немного, вот покрупнее вам покажу. Вроде бы слои те же самые, что у артерий, но они, тем не менее, отличаются. И здесь вот эти мышечные клетки, которых немного, они вот так вот разрозненно расположены в соединительной ткани, которая, угадайте, чем образована. Все, кто слышал доктора Амзолага в Милане, хорошо помнят про коллаген и эластин. Да, это касается не только кожи, а это касается и наших вен тоже. Поэтому, вот посмотрите, вроде бы устройство тоже. Вот внутренний слой интима, который выслан тем самым эндотелием, волшебными клетками, которые не дают склеиваться нашим клеткам крови, регулируют воспаление, выделяют факторы роста, скажем так, усваивают, выделяют свои гормоны. А вот та медия, которая у вен такая, видите, она рыхленькая. Там, скажем так, как раз все зависит от того, какого качества будет тот коллаген и эластин в стенке вен. И, соответственно, от этого зависит и эластичность, и растяжимость вены. Ну и наружные слои, в нем, скажем так, тоже есть истинительная ткань, и в нем проходят масенькие кровеносные сосуды, питающие стенку сосуда. Так и называются по-латыни сосуды сосудов и нервные волокна и окончания. По сравнению с артериями, вены имеют больший диаметр, их просвет шире, стенка тоньше. Поэтому, собственно говоря, проблемы в венах другие. Давайте посмотрим дальше. Посмотрите, для того, чтобы кровь, несмотря на то, что сила тяжести тянет ее вниз, возвращалась по венам, особенно ног обратно к сердцу, в венах ног имеются клапаны, которые не дают крови идти обратным ходом. И поэтому кровь движется, благодаря этим клапанам, только снизу вверх и из поверхностной сети вен в глубокие. Видите? Только в одном направлении. Но, естественно, преодолевать силу тяжести не так легко, поэтому есть варочка механизмов, которые помогают в этом вопросе, кроме того, что у вен есть клапаны. Есть еще и такая штука, которая называется мускульный насос. Вы видите на картинке. Мышцы ног, особенно мышцы голени, помогают крови проходить по венам именно в нужном направлении, от наших пальчиков ног вверх, вверх, дальше, дальше, и прямо вот вливаться в нижнюю полую вену. Ситуация осложняется тем, что вообще венозная система обладает большой емкостью. Больше 65% общего объема крови вообще находится в венах. Соответственно, представьте себе, если есть ситуации, когда, скажем так, объем крови еще больше возрастает, когда какая-то проблема с клапанами, когда стенка вен, скажем так, худшего качества, когда коллаген там рыхлый и эластин, скажем так, в меньшем количестве, естественно, все это будет вызывать проблемы. И если ко всему этому добавить малоподвижный образ жизни, когда мы не шевелим регулярно нашими мышцами голени и бедра, естественно, этот насос не работает. Есть еще один хитрый механизм. Видите, как наш, скажем, небесный инженер позаботился обо всем. На вдохе есть присасывающее действие, которое тоже помогает крови подняться обратно к сердцу. Соответственно, если у человека есть лишний вес, который, скажем так, ограничивает вот это движение диафрагмы туда-сюда, если есть какие-то хронические болезни легких, то же самое курение, например, естественно, и этот механизм будет давать определенные сбои. Как видите, все достаточно так непросто устроено. И есть определенные моменты, которые могут вызвать проблемы. Ну и самая частая проблема, которая происходит с нашими венами, это, к сожалению, их варикозное расширение. По-латыни варикс – это вздутие. Ну и, естественно, вот и картинка очень наглядно демонстрирует, откуда взялось это название. То есть варикозная болезнь, по-другому говорят, это аномальное расширение и извитость вен. И вызвано оно несколькими факторами, мы уже их обозначили вкратце. Это или повышенное давление в просвете вен, когда они переполнены кровью, и утрата поддерживающей функции сосудистой стенки, в том числе и клапанов. И это сопровождается нарушением кровотока, потому что мы с вами говорили, что между артерией и веной находится вот эта вот тоненькая сеточка капилляров, где должно происходить вот это событие обмена газами, то есть отдача кислорода и принятие в кровь углекислого газа. Должен происходить обмен веществ. Если замедлен кровоток, естественно, питание тканей нарушается. Чаще всего поражаются поверхностные вены, поверхностные вены рук и ног, то есть верхних и нижних конечностей, но бывают расширения вены других областей, в частности пищеводы, допустим, при террозе печени, геморроидальные вены, которые могут сделать много проблем. Бывают там и вены малого таза расширяются, и других органов. То есть, к сожалению, вены могут расширяться во многих местах. Но самая частая ситуация – это как раз вены ног, потому что все это легко объяснимо. Именно в ногах скапливается очень большой объем крови. Мы можем подолгу стоять и сидеть, и там быстрее всего нарушается кровообращение. Вот посмотрите на эту интересную картинку, как все происходит. Вот слева мы видим нормальные вены, вот кровь должна идти снизу вверх, клапаны не дают ей идти в обратном направлении. Но если у нас началось расширение вены по причине того, что, опять-таки, стенка слабла, стала более рыхлой, то это создает ситуацию, когда клапан больше не видит, его створочки не могут смыкаться. И, естественно, кровь может течь обратно. Это вызывает еще больше увеличение объема в вене, ее расширение, создает такие выпячивания вен под кожей, стенка вены становится еще более тонкой, еще более расширяется, и мы пошли по порочному кругу. И все это, к сожалению, может окончиться не только расширенными венами, но вы видите, есть различные стадии варикозной болезни вен ног, нижних конечностей. Все начинается с каких-то банальных звездочек, даже некоторые хирурги шутят, что вот она, звездная болезнь, называется в медицине телеангиэктазия, какая-то тоненькая венозная сеточка. Если на этой ситуации мы не начинаем активную профилактику, то вены становятся более расширенными, они уже видны, это уже некрасиво. Третья стадия сопровождается уже отеками ног, чаще к концу дня. И если и на этой ситуации ничего не сделано, то нарушение кровообращения приобретает такой масштаб, что меняется кожа. Там усиленная пигментация, возникает покраснение, дистрофия кожи и вплоть до образования язв, длительно не заживающих. Аня, наверное, сейчас говорит, опять Варвара нас всех запугивает, но, к сожалению, дорогие друзья, мы видим эту ситуацию очень часто. И я бы сказала, слишком часто, учитывая, что мы живем в третьем тысячелетии, когда эта информация известна и можно было бы этот процесс замедлить, а осложнение предотвратить. Давайте посмотрим. Может быть, я вас зря пугаю и все это не настолько актуально. Посмотрите, пожалуйста, по разным оценкам от 30 до 60% взрослого населения страдает варикозным расширением вен. 60%! Это колоссальные цифры. В России ситуация, собственно говоря, такая же, как докладывают ученые во всем мире. По исследованию, которое проводилось в Москве, в среднем 67% женщины, половина мужчин. Были, кстати, проведены исследования в других городах нашей страны, и статистика там фактически не отличалась. Можно назвать варикозную болезнь вен возрастной болезнью также, потому что, посмотрите, в 30-40 лет всего 3% мужчин и 20% женщин. Сейчас повесню, почему такая разница. А к 70 годам 40% мужчин и 60% женщин. Мы знаем с вами, что все стареет. Сосуды тоже стареют. Мы говорили с вами, что первый признак старения сосудов это гипертония. Ну, так вот, развивающийся неуклонный варикоз это тоже признак того, что процесс старения не остановлен, он продолжается. Но ситуация, какая еще меня, как врача, всегда тревожит. Всегда считалось, что варикоз это больше проблема женщин, чем мужчин, потому что во время беременности варикозная болезнь развивается активней, и как бы женщины в принципе более полненькие. В общем, гормоны женские способствуют тому, что венозная стенка более расслабленная. Но глянем на осложнение варикозной болезни. Они развиваются у каждого шестого мужчины, у каждой четырнадцатой женщины из тех, кто уже болен варикозом. То есть мужчины вроде бы болеют чуть-чуть реже, но осложнение у них почти в два раза чаще, даже в два с лишним раза чаще. Вот что наталкивает на мысль о том, что, собственно говоря, это актуально для всех, а не только для женщин. Так что мы делаем для себя два вывода. Первое, варикоз это тоже в какой-то мере болезнь старости, то есть надо активные действия предпринимать с возрастом. И второе, что миф о том, что он больше касается женщин, собственно говоря, давно пора развенчать и даже более активно работать с мужчинами. Посмотрите на эволюцию болезни. Болезни тоже эволюционируют вместе с нами, дорогие друзья. Если раньше считалось, что это болезнь стоячих профессий, там парикмахеры, продавцы и так далее, и первые симптомы появляются в возрасте после 35 лет, то сейчас у нас на подходе компьютерное поколение, которое с детства ведет малоподвижный образ жизни, сидит, значит, скрестив ноги, видите, вот пяточку молодого человека, там торчит, он совсем поджал одну ногу под другую, то есть перекрыт кровоток и в одной вене, и в другой. Они питаются несбалансированно, и, соответственно, недостаточное поступление витаминов и минералов приводит к слабости коллагена. Естественно, тут рядом и избыточный вес, и курение, которое подрывает состояние здоровья вен. Так что сейчас фактически у нас есть и школьники и старшего школьного возраста с варикозным расширением вен. Согласитесь, ситуация крайне тревожная. Вот, схематично так и можно представить эволюцию. Вот таких товарищей мы получаем уже сейчас, которые у меня есть на наблюдении, молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет с второй-третьей степенью ожирения, которые уже получили все возможные осложнения своего неправильного образа жизни. Давайте поглядим, какие проявления могут быть у варикозной болезни. Мы уже посмотрели с вами на страшные картинки. Ну, первое, это внешний вид, сосудистые звездочки, расширенные вены, в тяжелых случаях язвы, это мы уже говорили. Боли по ходу вен тоже тревожат очень многих. У кого-то наблюдается тяжесть в ногах, практически у всех быстрая утомляемость мышц ног, многие ощущают какое-то чувство распирания, жжение в ногах, иногда ночные судороги в мышцах ног, отеки, это я уже говорила на более поздних стадиях, затем кожа ног меняет цвет, может быть кровотечение из расширенных вен, трофические язвы, о которых я уже говорила, то есть длительно не заживающие, и тромбофлебит, это осложнение, которое отличается воспалением венозной стенки, с образованием в венах тромбов. Ну, не знаю, как вам, мне, если бы я, наверное, не была врачом, было бы страшно, так мне страшно, потому что я понимаю, чем это скажется на всем состоянии здоровья. И посмотрите вот на эти черненькие прямоугольнички, фактически пациент ходит по такому порочному кругу из четырех, скажем так, секторов своей болезни, потому что есть физический аспект болезни, когда трудно быстро ходить, трудно подниматься по лестнице, долго стоять, наклоняться. Есть болевой аспект, это боль в ногах и боль при долгом стоянии, сон может нарушаться из-за боли. Естественно, это все сказывается на психологическом состоянии человека, потому что человек чувствует себя недееспособным, он уже не может позволить себе погулять с родными, он из-за этого легко раздражается, ему трудно начать что-то делать, он уже боится этой боли, этого ощущения дискомфорта. Он чувствует себя неполноценным и должен соблюдать предосторожности при любых каких-то элементарных действиях, то есть вытягивать ноги, стесняться виды своих ног. И это сказывается на социальном аспекте уже, потому что если это женщина, она не может себе позволить надеть короткую юбку, раздеться на пляже, пойти в бассейн, всего лишь из-за того, что у нее вот такая проблема. Ничего себе всего лишь, да? Человек ограничивает себя в походах в гости, в путешествиях, боится авиаперелетов, потому что авиаперелеты могут ухудшать здоровье вен, боится беременности такая женщина, потому что знает, что следующая беременность еще больше может сказаться на диаметре вен. В общем, это действительно очень ограничивает комфорт в жизни. И посмотрите, какие факторы риска. Самое главное, что я хотела бы, чтобы вы увидели на этом слайде, это первые две строчки. Речь о том, что можно назвать, скорее всего, варикозную болезнь вен врожденным заболеванием, потому что есть генетическая предрасположенность, так называемый слабый коллаген, дисплазия средней ткани, в общем, различные, очень заумные медицинские названия, на которые характеризуются одним. Если у вас, у мамы, у бабушки был варикоз, не надо ждать, пока у вас разобьются осложнения. Поймите, что вы унаследовали эти характеристики коллагена эластина. И расширение вен будет. Вопрос в том, где мы остановимся, на какой из стадий. И есть провоцирующие факторы, которые накладываются на генетическую предрасположенность и вызывают большие проблемы. Вот оно там и ситуации с положением, то есть длительное положение стоя или сидя, особенно нога на ногу, особенно узкие обтягивающие брюки. Вот мода, которую я вижу сейчас, эти молодые люди в этих обтянутых штанишках, которые собираются в складках под коленями, то есть они сядут, это все вожмется в подколенную ямку, издавит вены. Это все пугает меня, как врача. Избыточный вес, мы уже об этом говорили, он нарушает и возврат венозной крови к сердцу и создает избыточные объемы, избыточное давление на вены. Беременность, к сожалению, может провоцировать варикозное решение вен, потому что объем крови увеличивается, это объем свой плюс объем на малыша. Матка увеличится в размерах и физически давит на вены в малом тазу. Гормоны беременности вызывают, скажем так, расслабление всех сосудистых стенок, в том числе и венозных. Старение, мы уже с вами сказали, что это провоцирующий фактор. Увы, травмы ног и высокие каблуки тоже являются провоцирующим фактором. Вы видите, мы смотрим на эти факторы и сразу уже думаем, где можно поправить ситуацию. Правильно? Вот для чего нужно знать факторы риска. Дальше, повышение давления в брюшной полости тоже вызывает проблемы. Запоры, то есть, соответственно, мы сразу думаем о неправильном питании. Тяжелый физический труд, силовой спорт. Я-то уже порадовалась, дорогие друзья, что я отошла от темы спортивного питания и спорта. Но мы опять возвращаемся к этому. Вы видите, как важно спортсмену следить за собой. Хронические болезни легких, частым кашлем. Густая кровь, так называемая, как говорят в народе, то есть, повышение вязкости. Например, прием гормональных контрацептивов. Неправильный питьевой режим там же. И вот он, нездоровый образ жизни. То, с чего можно было, кстати, и начать. Соль, избыточное употребление, приводит к задержке жидкости. Избыточное употребление сахара к повреждению всех тканей и клеток и повреждению коллагена и эластина. Курение, опять-таки, повреждение коллагена и эластина, снижение иммунитета, кашель. В общем, я могу продолжать долго. Алкоголь тоже вызывает ослабление венозной стенки. И недостаток витаминов и антиоксидантов в питании закономерно приводит к ухудшению качества коллагена и эластина. Я думаю, те, кто был в Милане, после рассказа доктора Уильяма о том, что влияет на здоровье коллагена, могут уже считаться специалистами. Давайте посмотрим. Вот он, порочный круг. То есть, у нас есть врожденная слабость стенки вены. А теперь подумайте, дорогие друзья, нас становится все больше. Мы, конечно, хотим сохранить здоровье всем нашим детям и внукам. И естественный отбор у нас уже ограничивается социальными факторами. То есть, мы сохраняем деток, которые раньше, может быть, и не отдали бы свои гены в генофонд человечества. Поэтому наследственная предрасположенность будет только накапливаться. И вот это, помноженное на факторы риска, приведет к расширению просвета вен. Это к несостоятельности клапанов. То есть, клапаны не держат. Возврат крови вызывает повышение давления в венах. Это вызывает расширение вен. Еще больше усиливается обратно, так кровью еще больше усиливается давление в венах. Вот оно, нарушение микроциркуляции воспаления. И закономерные осложнения. Вот порочный круг, который нужно остановить и лучше упредить, если вы знаете, что в роду у вас уже есть люди с варикозным расширением вен. Это главный, пожалуй, посыл нашей сегодняшней беседы. Ну и, конечно, хорошие новости после того, как я вас так взбодрила плохими новостями. Варикозная болезнь – это хроническое заболевание. Но ее можно контролировать. И правильное питание, и здоровый образ жизни одинаково важны и для женщин, и для мужчин. И если у вас есть склонность к варикозной болезни, или она уже развилась, это можно определить. Обязательно держите связь с вашим врачом. Варикозную болезнь нужно лечить, потому что, вы видите, она чревата грозными осложнениями. За расширенными поверхностными венами прячутся глубокие проблемы. Это фраза, которую я очень часто говорю моим пациентам. И, собственно говоря, дарю ее вам. И я хочу, чтобы вы поняли, насколько глубоки эти проблемы могут быть. Потому что одним из осложнений может быть тромбоэмболия сосудов легких. Вот, пожалуйста, одно из осложнений варикозной болезни – это тромбофлеби, то есть воспаление стенки вен с образованием тромба. И кусочек тромба из вены ноги может оторваться из током крови, прилететь в сердце оттуда в сосуд легкого и вызвать его инфаркт. И это грозное осложнение, оно чревато, в принципе, очень печальным исходом. И сейчас на слуху у тех, кто живет в России, гибель российского актера Дмитрия Марьянова. В принципе, он достаточно молод был, всего 48-й год жизни шел. И предположительно диагноз – массивный тромбоэмболия легочной артерии. И это очень грозное состояние, когда там нужно очень быстро доставить пациента. То есть мы с вами понимаем прекрасно, что лучше предотвратить такие проблемы, чем потом думать, где в каком-то районе, на даче, где-то там брать сосудистую бригаду, срочную операционную и так далее, когда счет идет на часы и минуты. Вот почему это состояние. Контроль варикозной болезни – это самое эффективное, что может быть. И обучение – это первый шаг, как всегда в любом хроническом заболевании, цитирую доктора Уильяма Мзалага, понимание улучшает самочувствие. Обязательно выделила в жирным шрифтом соблюдение рекомендаций по образу жизни. Есть также ситуации, которые, скажем так, уже продвинулись дальше, и там помогает медицинский компрессионный трикотаж. Это или чулки, или колготки с сдавливающим эффектом, которые фактически помогают продвигать кровь по венам ног, не давать ей застаиваться. Ну и безусловно, лекарственная терапия – это уже под контролем врача, как и склерозирование расширенных вен и хирургическое лечение. Давайте, дорогие друзья, подумаем, что можем мы с вами делать каждый день. Это, конечно, соблюдать те самые рекомендации по образу жизни. Мы помним, как много было факторов риска, и, естественно, так много есть и рекомендаций по правильному образу жизни. Конечно же, надо избегать длительного положения стоя или сидя, и не сидеть нога на ногу. Если вам приходится долго сидеть, вот мы сейчас с вами беседуем, я сижу и под столом, лучше положить ноги на маленькую скамеечку, у меня тоже такая есть. В период, когда вы должны сидеть долго на работе, не забывайте двигать ногами в голеностопных суставах, давать напряжение мышцам голени, притопывать стопами при ситуации, когда пятки к полу фиксированы, а ночью или днем, если вы прилегли, вы можете положить подушечку специальную ортопедическую или любой валик под ноги так, чтобы ноги оказались голени, чуть выше уровня сердца. То есть улучшить вот этот отток крови от ног, уменьшить застой там. Далее, избегайте горячих ванн, потому что это увеличит наполнение вен кровью, и расширит их. И избегайте посещения бани или сауны, если у вас уже есть сосудистые сеточки или расширенные вены. Избегайте перегрева ног и солнечных ожогов, это также ухудшает микроциркуляцию, повреждает стенку вен. Как видите, ультрафиолет вредит не только кожа, но и вена. Не носите тесную обувь, обувь должна быть комфортной, обтягивающая одежда тоже вредит здоровью вен, особенно если она плотно облегает талию, таз, бедра и ноги. То есть не дает нормального возврата крови. Если у вас есть лишний вес, обязательно постарайтесь контролировать его и сбросить вес. Избегайте носить высокие каблуки в течение длительного времени. Дело в том, что высокие каблуки нарушают тонус мышц голени, а обувь на низком каблуке 3-4 сантиметра, наоборот, тонизирует мышцы голени и помогает, соответственно, крови перемещаться по венам снизу вверх. Обязательно выполняйте регулярные физические упражнения на укрепление мышц ног. Замечательно полезным будет плавание здесь. Это очень важно. Еще раз повторю свой посыл. Мы не можем, к сожалению, предотвратить на современном этапе развития науки образование варикозных вен. Но мы можем предотвратить то, что есть от ухудшения. Мы можем остановиться на ранних стадиях, предпринять шаги для отсрочки образования, скажем так, других варикозных вен. То есть остановиться на ранней стадии или действовать на упреждение, то есть вообще ограничиться сосудистыми звездочками. Далее, третий раздел наших рекомендаций касается в основном питания. Алкоголь, почему я сказала, что это фактор развития варикозных вен, потому что он и повышает артериальное давление, и, соответственно, венозное тоже. Он повреждает белки и клеточную структуру организма и коллаген не исключение. Алкоголь способствует образованию микротромбов и снижает тонус мышц. То есть вы видите все факторы риска целиком. Курение значительно повышает риск развития и прогрессивания варикозной болезни. Тромбоз глубоких вен на 50% чаще встречается у курильщиков. Курение опять-таки повреждает стенку вен, потому что химические вещества токсичные попадают в кровь. Также уменьшается концентрация кислорода, замедляется кровоток, повреждается коллаген. Ну, в общем, вы знаете, у нас был отдельный вебинар по курению. Обязательно обогащайте питание витаминами, антиоксидантами и омега-ненасыщенными жирными кислотами. Это улучшает состояние сосудистой стенки и улучшает качество коллагена и эластина. И, безусловно, регулярно посещайте вашего врача и следуйте его рекомендациям, чтобы выявить проблемы на ранней стадии и действовать на упреждение. Это самое главное, что вы можете сделать для своего здоровья. действовать на упреждение проблем. Варикозная болезнь питания. Мы помним с вами, что питание – краеугольный камень политики здорового долголетия. А мы с вами являемся поколением молодости, поэтому для нас политика здорового долголетия – это, собственно говоря, наш девиз. Мы помним, что нарушение питания является одним из факторов риска. И, естественно, лучше сделать максимум для того, чтобы скорректировать неправильное питание. Я напомню вам, что у нас есть замечательный инструмент для контроля веса с замечательным экспертом, всегда готовым ответить на наши вопросы. И фактически вы получите и нормализацию обмена веществ. Это тоже немаловажно для здоровья вен. Я напомню вам также, что и те рекомендации по питанию, которые вы найдете в Zen Project Aid, они основаны на научных рекомендациях мирового уровня. То есть, в какую бы страну мира вы не приехали, из развитых стран, вы получите те же самые рекомендации по питанию, которым очень легко следовать с нашей системой Zen Project Aid. Мало того, я напоминаю вам, что у нас всегда во всех пунктах нашей программы ЕС есть комплексный подход. И в системе Zen Body он тоже есть. Посмотрите, мы не только получаем контроль веса, мы не только снижаем системное воспаление, а оно касается и стенки вены тоже. Но мы тонизируем работу мышц. Мы делаем качественную мышечную массу. А мы с вами говорили, что хороший мышечный насос помогает венам лучше работать. Ну и в целом мы стараемся замедлить старение с помощью улучшения кровообращения, улучшения обмена веществ, уменьшения глюкозотоксичности. То есть вы видите, вы вроде бы контролируете свой вес, причем достаточно приятно, с приятным питанием и получаете замечательные результаты. Что дальше? Я хочу поделиться с вами научными данными. Дело в том, что окислительный стресс, о котором мы постоянно говорим, это не только механизм старения в целом. Пациенты с варикозной болезнью подвержены окислительному стрессу, то есть он у них более выражен. И по научным данным, у людей с варикозным решением вен снижается общий антиоксидантный статус в плазме крови и в стенке варикозной вены. То есть эти люди нуждаются в большем количестве антиоксидантов. Опять-таки вспоминаем, есть генетические механизмы предрасположенности. И результат исследования показали, что есть нарушение механизмов антиоксидантной защиты в крови у таких пациентов. И, конечно, организм пытается это компенсировать, усиливает процесс антиоксидантной защиты в стенке варикозной вены. И, конечно, здесь очень неплохо было бы организму помочь. А еще одни данные, которые я уже не стала здесь приводить, говорят о том, что в ситуации, когда уже развиваются даже язвы варикозные, там окислительный стресс играет серьезную роль в том, что они длительно не заживают. То есть не только нарушение кровообращения поддерживает их, но и вот этот продолжающийся окислительный стресс. Поэтому, конечно, нужно скорректировать свое питание так, чтобы оно было богато антиоксидантами и блокировало хроническое воспаление. Я напоминаю вам этот слайд. Наверное, я уже намазолила вам им глаза. Но, тем не менее, есть факторы, которые повышают уровень воспаления. Их надо избегать. Это красное мясо, молоко, цельное, переработанное мясо, то есть всякие сосиски, колбаски, копченые мяски, снеки, рафинированный сахар, картофель, трансжиры, алкоголь. Этого не должно быть в нашем питании. И снижают уровень воспаления. Морская рыба, омега-ненасыщенные жирные кислоты из других источников, то есть масла из семян, окрашенные фрукты и овощи, богатые антоцианами и эрисфератролом. Нам с вами, другие друзья, очень повезло, потому что нам доступен очень мощный источник антиоксидантов. Мы все его любим, знаем и ценим. Это резерв. Он, кроме того, что содержит антиоксиданты из натуральных источников, обогащен дополнительно эрисфератролом. А мы помним, что у эрисфератрола есть еще одно замечательное свойство. Это активация сертуинов, белков долголетия. И это оказывает благоприятное воздействие на обмен веществ и помогает, опять-таки, контролировать вес и хорошо действует на стенку сосуда. Плюс эрисфератрол улучшает текучесть крови. Я бы не назвала его каким-то антикоагулятором, но тем не менее он улучшает текучесть крови, то есть своего рода уменьшает вероятность образования этих тромбов. Я хотела бы с вами поделиться еще одной информацией. Есть другие источники антиоксидантов, которые есть в нашем распоряжении. В нашем организме образуется мощный антиоксидант глутатион. Но для того, чтобы он синтезировался, ему нужны, скажем так, источники сырье, грубо говоря. И вот оно всегда есть в нашем распоряжении. Эльцистеин и Зенфит, Ацетилцистеин, ВМПМ Essentials Infinity и глутамин, который вы можете получить в АМПМ. Посмотрите, как хорошо продуманы наши продукты. Я не знаю, как вы, я когда рассказываю об этом, я ощущаю гордость. Мало того, аминокислоты, которые вы найдете в Зенфит, способствуют выработке качественного коллагена и эластина. То есть, вы видите, мы опять-таки подходим комплексно. И это приятно. В МПМ вы найдете и антиоксиданты, о которых я уже говорила, и витамины, и минералы. То есть, это опять-таки качественный коллаген. И, безусловно, есть и противовоспалительные компоненты, и поддержка теломеров. То есть, вы видите, общее оздоравливающее действие. То есть, о какой бы, скажем так, о какой бы проблеме мы ни говорили в состоянии здоровья, там везде у наших продуктов есть точки приложения. Потому что они воздействуют на организм в целом, помогая ему. И вы видите, что у нас есть антиоксидантный комплекс в МПМ. И фактически все вещества, которые показали мощное антиоксидантное воздействие, включены туда. Но даже другой комплекс, который вроде бы призван поддерживать теломеры, вы видите, что он благоприятно влияет и на сосудистую стенку. Вот все, что здесь перечислено и указано более крупным шрифтом, это омега-ненасыщенные жирные кислоты. Но кроме этого, вы найдете наш любимый куркумин, то есть, тоже мощный антиоксидант, и кверцитин, и корень астрогала, которые являются все и мощными антиоксидантами, и поддерживают, скажем так, наши теломеры, и оказывают противовоспалительное действие. То есть, посмотрите на вот это действительно комбинированное мощное воздействие на организм. Очень мне понравилась презентация доктора Уильяма в Милане, но я, конечно, смотрю всегда на любой продукт ЖНС со стороны врачебной, поэтому наара – это не только, скажем так, продукт для красоты изнутри, но это способ получить вашему организму качественный коллаген. Дело в том, что коллаген в цельном виде очень плохо переваривается и всасывается, поэтому, ну, сколько бы, наверное, вы не съели хрящей, не получите вы особо с этого пользы. А вот гидролизованный коллаген, гидролизат коллагена – это хороший источник аминокислот, которые будут кирпичиками для производства коллагена в нашем организме. А коллаген – это не только кожа, ногти и волосы, но это и укрепление сосудистой стенки, в том числе мы думаем про вены и поддержка суставов. Плюс гидролизат коллагена является источником глицина. Глицин – это аминокислота, которая, наверное, ну, процентов 25-30 от коллагена приходится на неё. И глицин не только входит в состав коллагена, но является нейромедиатором и оказывает успокаивающее ноотропное действие. Мои коллеги не дадут мне соврать, глицин в чистом виде используется в медицине, как такая биодобавка для пациентов с неврологическими проблемами, потому что он и улучшает память, и успокаивает, улучшает сон. Хочу вам сказать, что в порции наара глицина больше в… Ой, дай бог памяти, что-то у меня с математическими способностями уже не очень хорошо, но, наверное, раз в 100 больше, чем в таблеточках глицинок или БАДах, которые вы найдёте в коммерческих структурах или в аптеках. Да, вот 120 раз посчитала я. Ну, скажем так, от 80 до 120 раз больше. То есть мы не только поддержим красоту, но и улучшаем самочувствие, нашу нервную систему поддерживаем. Плюс ко всему вы получите в наара, когда мы её получим, суточную норму цинка, а также витамины, которые доказали своё благотворное действие на синтез коллагена, элцистеин и высушенные фрукты, мандарина, саи, ацерола, клубника, ежевика и малина. То есть фрукты с доказанными антиоксидантными свойствами и поддержкой, скажем так, нашего организма. Поэтому это не только напиток красоты, но, в принципе, можно сказать, что это и такое функциональное питание, и напиток здоровья в комплексе. Поэтому мы действительно, как сказал Влад Хаджи, все очень ждём наара, когда мы сможем её попробовать и иметь в постоянном доступе. потому что это действительно очень многообещающий продукт для нашего оздоровления. Дорогие друзья, я надеюсь на то, что все мы с вами будем проактивными. Действовать проактивно – это работать на упреждение. Если есть наследственный фактор, то нужно заниматься своими венами, обязательно, не дожидаясь проблем. И все те способы, о которых я говорила, они все должны быть в вашей жизни. Проактивный человек принимает ответственность на себя за свою жизнь и здоровье, не ищет причин для происходящих с ним событий извне, а ищет пути для решения проблем и упреждения осложнений. Это касается не только психологии, но это касается и нашего здоровья. Поэтому проактивный образ жизни – это то, что характеризует, наверное, любого партнёра GNS и должно быть, в принципе, транслировано нами и на наших друзей, родных, близких и знакомых для того, чтобы оздоровить всю целом. Я напомню вам, что система ЕС – это комплексный подход. Все продукты сбалансированы так, чтобы они комплексно, благотворно воздействовали на ваше здоровье. Напоминаю, что у нас проходит скайп-линия для тех, кто уже, к сожалению, имеет какие-то медицинские ситуации и озабочен вопросами, совместимы ли наши продукты с его медицинским лечением, как их использовать. Вы можете обращаться на скайп-линию во вторник и в четверг в указанное время. Ещё раз напоминаю, что лучше не писать сообщения, а звонить. Даже если я говорю с другим партнёром, я перезвоню вам. Напоминаю вам, что вы можете обращаться и к нашему каналу в YouTube и смотреть вебинары в записи. И большое спасибо вам за внимание. До новых встреч. До встречи в Минске. Поговорим о выздоровлении более подробно. Всего доброго. До встречи в Минске.